Итак, домашнее задание начинает команда Квент «Вятка» сборная Кировской области. Наша команда весь этот год хочет захватить мир. И только сегодня мы поняли, как это сделать на самом деле. Ведь еще легендарный поручик Ржевский говорил, чтобы захватить мир, нужно захватить женщин. Небритый голодный балласт придет вслед. Так и решили сделать Ржевский. «Поместье Цветковых. Граф Цветков с супругой и дочерью». Разрешите представиться поручик Ржевский. Пять лет на войне без женщин, поэтому торт и фотоальбомы, я думаю, пропустим. Ну что, сударыня, как вам трейлер? Жарко, поручик. «Маменька, вы что?» «Ух ты! А фрикаделька-то в супе не одна?» «Сударыня, вы так прекрасны. Может быть, прогуляемся по парку галышом?» «Поручик, я вас умоляю, у нашей дочери еще не в чем гулять галышом». «Ну тогда, не знаю, давайте поговорим, что ли, о погоде». «Ну о погоде так о погоде. Скажите, поручик, как вам это лето в столице?» «Извините, при дамах не матерюсь». «Ой, поручик, вы такой мужчина. А подарите мне саблю». «Запросто, но сабля достаточно странное имя для дочери. Хотя...» «А скоро сюда придет жених Софии». «Ну, может быть, тогда вы нам споете?» «С удовольствием». «Да-да-да, наша маменька так замечательно поет, мы даже мясника уволили. Свиньи сами мрут». «Они мрут от того, деточка, что вы по семь раз в день шпик трескаете и еще столько же раз жрете». «Прошу вас». «Ну, начнем». «Емщик, не рожай дочерей, они тоже станут рожать. Сама родила уже трех, никак не могу завязать. Емщик, не рожай сыновей, из сына не вырастет мать. «Но он приведет чью-то дочь, которая станет рожать». «Браво!» «Браво, мадам, вашими бы устами да рот закрывать». «Что вы себе позволяете, поручик?» «Что, князь, я обидел вас? Да быть этого не может. Такую-то гниду». «Защищайтесь!» «Все, князь, я понял. Меня вы больше не увидите». «И медленно власти и проваливайте!» «Хорошо, но на мое место придут другие». «Не придут!» «У меня темнеет в глазах. Я вижу Наташ в конце тоннеля. Может, свет?» «А может, и свет у них на лбу не написано?» «Вы простите меня, мадам, мадмуазель, все женщины, простите меня за то, что я был с вами мерзавцем, алкоголиком, морячком, поджарным сантехником». «В общем, всем, кроме мужа. В общем, всем. И еще у меня будет просьба перед смертью. Я хотел бы исповедаться». «Побенька, что вы встали? Бегите за батюшкой!» «Уже бегу!» «Сударыни, ну вот мы и одни!» «Ну, а если серьезно, то...» «Друзья, почему мы показали именно это домашнее задание?» «Потому что наша команда производит тот же эффект, что поручик Ржевский. Пять минут шоу, два месяца разговоров. Перед вами выступала темная армия вятки. Мы пришли всерьез и надолго. Как ваучеры, только всерьез и надолго».